Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. Сегодня хочу вам рассказать о таком интересном OLED дисплейчике, который попался ко мне в руки. Поехали! В поддержку YouTube канала была создана группа Telegram, в которой каждый может получить помощь и найти ответ на интересующий вопрос. Собралась дружная компания и мы делимся друг с другом своими проектами, идеями и наработками. Так что присоединяйтесь! Все ссылки вы найдете в описании под видео. Особенность дисплея в том, что он имеет нестандартное разрешение. Обычное разрешение 128 на 64 пикселя, а этот дисплей имеет разрешение 192 на 64 пикселя, что намного больше. И плюс у него довольно большой размер, это 2,2 дюйма. То есть такой немаленький совершенно OLED дисплейчик. Этот дисплей бывает рассчитан на 3,3 вольта и на 5 вольт. У 5-ти вольтовой версии здесь отсутствует вот этот резистор и запаян стабилизатор напряжения. В данном случае у меня 3,3 вольтовая версия. Так, что еще можно сказать по этому дисплею? Ну, он бывает в трех разных цветовых градациях. Это с белым дисплеем, с черным дисплеем и белыми надписями и таким голубым дисплеем. Ну и, конечно, бывают 3,3 вольтовой версии и 5 вольтовой версии. Что еще по нему можно сказать? Так, опустимся немножко ниже в описание самого дисплея. Ну, у него разрешение 192 на 64 пикселя. Подключение по SPA довольно-таки неплохо. LCT Dry Voltage. Это, наверное, если установлен стабилизатор напряжения, то можно до 12 вольт подавать. Но я бы так не делал. Не знаю, зачем здесь такое напряжение указано. Дальше. Напряжение питания от 3,3 до 5 вольт. Сам дисплей работает только от 3,3 вольт. И чтобы он работал от 5 вольт, нужно устанавливать стабилизатор напряжения. Ну и чип, установленный в дисплее, то есть контроллер дисплея, это UC1609. Я посмотрел по библиотекам в Arduino IDE. И, в принципе, это довольно-таки распространенный контроллер дисплеев. Я даже не искал никаких новых библиотек. Примеры, примеры, примеры. Так, у меня здесь в библиотеке уже были установлены некоторые дисплеи. U8G Live. В этой библиотеке я не нашел этого контроллера. Есть похожие, но данного контроллера не было. И другая библиотека, которая у меня тоже уже была установлена. Это U8G2. Page Buffer и Graphic Test. Вот я его запускал. Вот этот микроконтроллер в этой библиотеке U8G2. Вот он у нас UC1609. Подключается по SPA. Кроме SPA контактов подключаются пины ChipSelect. Это 10, DC9 и Reset это 8 пины. На самом дисплее написано, какой провод куда идет. Два первых контакта. Это у нас питание, питание подсветки. Я подключил к 5 вольтам. Вполне можно некоторым и трем подключать, будет нормально работать. Дальше у нас идет минус и плюс питание. В данном случае плюс 3,3 вольта. Следующие два контакта. Это SPA. SPA у нас работает только в одну сторону на дисплей. Дисплей обратно ничего не передает. Это Clock. Это Master Out, Slave In. Reset, CD и CS. В общем, подключение довольно простое. К Ардуино я подключил таким способом. Это 3,3 вольта у нас идет на питание дисплея. И отлично дисплей работает, отлично себя показывает. Камера, конечно, засвечивается немножко. Хотя само изображение на дисплее более резкое, чем это показывает камера. Давайте сейчас попробуем прошить вот этот пример. График тест. Я в нем ничего не менял. Единственное, только раскомментировал вот эту строку. Указал, что у нас контроллер UC1609. И, как вы видите, отлично сразу же заработал дисплейчик. Хороший такой контрастный дисплей. Мне он очень нравится. Хотя по внешнему виду он немножко не соответствует тому, что показывается здесь на сайте. Например, здесь у нас показана такая красивая картинка, что дисплей имеет очень большую контрастность. То есть фон задний полностью черный. Но если мы посмотрим, он абсолютно не черный. Он светится, довольно-таки ярко светится, что, как по мне, это минус большой довольно-таки. Ну, вот такой вот интересный дисплейчик. Надеюсь, он вам пригодится в проектах. Мне он точно пригодится. Очень такой интересный, красивый и очень большой дисплей. Главное, с ним удобно работать. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Обязательно подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Всем пока!